Так, Николай скончался 2 марта, Сталин умер 5 марта, Черненко умер 10 марта, Александр II был убит 13 марта. Куда делось ухо Абузаида Весмурадова? Он его оставил на асфальте между Науром и... Брат, я слышал, что за тобой и Хасаном отправят двоих людей, типа беженцы, и потом хотят отравить. Ваалейкум ассаляму араматулам баракату. Ну что сказать? Так, Мелхи, ассаляму алейкум, маршу агл-брат, Абтишка тоже набирает обороты, русские его очень поддерживают. Ваалейкум ассаляму араматулам баракату. Есть такое, я думаю, это тоже не сильно нравится Катырову. Абти, который должен был... Абти, которого вообще в качестве наказания отправили в Украину, он не просто использовал это в своих... ну выгодно для себя. Он как-то не очень быстро, оперативно вышел из ситуации изгоя. Он на момент отправки в Украину, он был изгоем в Катыровской системе. Его там всего лишили должностей. Вообще, по сути, никто был. И он умудрился там настолько вырулить, что он и в Катыровской системе стал теперь там командиром, там чего-то. Катыров его теперь поздравляет. То есть и здесь он реабилитировался и использовал это в своих политических целях на уровне российском. То есть он и там набрал баллы, он обзавелся какими-то связями в Министерстве обороны, там Росгвардии и так далее. Поэтому я думаю, он является реальной угрозой для Катырова, его власти. В том, что ответь Аронович, это же еврей, как это так он, чеченец. Нет, Аронович, если ты чисто по отчеству решил, что еврей, нет. Еврейское имя Аарон, это у мусульман, это же имя Харон. И его отца звали Харон. Скорее всего, работники этих ЗАГСов, где там дают документы и так далее, они, наверное, записали его как Аарон. Такое часто у нас бывает, эти ошибки. Но это не значит, что я утверждаю, что его отец, я не знаю, какие там у них, конечно, корни. Но они известны тем, что они родом из селения Саады Кутер. Оно более известно как Комсомольское, потому что там были. Там был образован котел в 2000 году, очень много муджайдов там погибло. А сейчас это село называется Гой-Чу. Они родом оттуда, хоть он, они, сам Алаудинов перебрался в Урус-Мартан, и сейчас он, как коренной Урус-Мартановец, разговаривает. Вой-Мартан-Хой, боже, он любит говорить. Но они по факту не из Сурус-Мартана. Они из селения Саады Кутер, его родственники до сих пор живут там в Саады Кутер. Они из Тейпа-Беной. А вот что там, какое у них происхождение и так далее, это, я думаю, его однотейповцам, его односельчанам будет виднее. Я не знаю. Но так в целом это имя, Харуан, оно не является, оно и у евреев есть, оно и у мусульман есть. Это как Мойша, Муса, Иисус, Иса и многие другие имена. Иван, Яхья, Джозеф, это Юсуф, Иосиф. Почему тогда не Харун? Ну видите, у каждого народа бывают какие-то немного меняются эти имена. Как Мухаммад, например, у нас это Мухаммад, у ингушей это Мухаммад, у дагестанцев Магомед. То есть они, каждый народ под свои, под свое произношение изменял эти имена. Как Фатима, например, у нас это Петмат, у дагестанцев Патимат. И, к сожалению, эти, эти, раньше это вообще часто бывало. И когда делались документы, а для чеченцев документы стали делать буквально до высылки, там, какая-то часть имела эти документы, фамилии, вот эти. А после высылки уже в Казахстане стали повально всем их давать. И там, конечно, записывали, в основном, кто работал в этих ЗАГСах. Работали либо русские, либо, ну не чеченцы точно. И они, как они слышали, там, своими ошибками записывали эти имена, у очень многих людей есть эти проблемы. Бывало даже так, что у нас, например, в семье было, что фамилию Абдурахманов неправильно написали моему старшему брату. Букву У пропустили. Написали Абдурахманов. И уже только после того, как мы стали свободными, он изменил эту свою фамилию, как бы, ну, исправил ее. Или у меня, например, в моем метрическом при рождении написали место Тумсо, написали Тумсу, в конце У поставили. Это тоже ошибка. Куда делось ухо Абузейда Весмурадова? Он его оставил на асфальте между Науром и, короче, от Наура в сторону Грозного. Когда едешь, вот на этой трассе, значит, он это ухо стер об асфальт. Вот, это было результатом ДТП. Они ехали на мотоциклах. Значит, это было время, когда модно у нас стало ездить на мотоциклах. Приехал этот хирург Залдостанов. Открыли они отделение ночных волков в республике. Хадыров, Иудов, там все они стали членами этого клуба. И в том числе этот Весмурадов. И они, значит, какой-то мотопробег устроили. И вот они с Наура выехали. И был там этот ветеран ФСБ. Решетов, по-моему, фамилия. Не помню, забыл я его фамилию. В общем, он погибнет в этом ДТП. Я, конечно, не знаю, это случайность. Или, может быть, Весмурадов на самом деле является таким патриотом чеченским. И он под шумок решил врага чеченского уничтожить своим мотоциклом. Ну, в общем, там так получилось, что Иудов... Ой, блин, Иудов. Постоянно у меня в голове это Иудов. Весмурадов, значит, сбивает мотоцикл этого бывшего ФСБшника в отставке. И, значит, переезжает его своим... А он был на траке. Трак это, знаете, такой мотоцикл с двумя колесами сзади. И, в общем, он переезжает этого ФСБшника. Он умирает, сам Весмурадов падает и своим ухом прочесывает асфальт. В общем, говорят, до сих пор там его ухо остается таким пятном на асфальте. Я только рад, если какие-то военные действия происходят. То есть какие-то военные успехи Украины против России, они, конечно же, нас столько радуют. Поэтому любые... Конечно, другой вопрос, что там можно считать успехом или нет. Но, в любом случае, любые какие-то действия против России, в которых погибают российские оккупанты, при которых они какие-то там терпят имиджевые или имиджевые потери, то это нас, конечно, радует. То же самое, следим за происходящим, оцениваем, радуемся, где-то огорчаемся. Но освещением этих событий я, конечно, не занимаюсь, потому что это не моя тема. Я не освещаю новости, тем более какие-то военные конфликты, которые постоянно у них перемены успеха. Но, в целом, наблюдаю и радуюсь, когда какой-то успех достигается со стороны Украины. Пусть Аллах примет все твои дуа в этот прекрасный месяц, Рамадан. Брат, я слышал, что за тобой и Хасаном отправят двоих людей, типа беженцы, и потом хотят отравить. Ну, что сказать, брат, мы призовем их, не отправляйте, пожалуйста, нас отравлять. И те, кто на это согласится, ребята, не соглашайтесь. Если же все-таки это произойдет, вас поставят в ситуацию, когда вы не можете не согласиться, не поехать, то помните о том, что я говорил, помните, посмотрите на то, что случилось с теми, кто до вас пытался это сделать. Оба находятся сейчас, один в шведской тюрьме, второй в немецкой тюрьме. И после того, как вы уже попытаетесь что-то сделать и окажетесь в тюрьме, вы уже ничего объяснить не сможете. Вот эти вот попытки, я не хотел, и так далее, не пойдут. Если вы не хотите, то как только вы оказались на территории Европы, сразу же свяжитесь. Либо идите сразу напрямую в полицию, либо связывайтесь со мной или с Хасаном, связывайтесь, говорите, что вас отправили, с какими целями. И здесь мы постараемся, если это будет именно явка с повинной, вы не хотите этого делать, мы, иншаллах, постараемся вам помочь. Так половина России под предлогом покушения на тебя может убежище запросить. Но мочь-то они, наверное, могут, все что угодно, но здесь люди, которые реально преследуются, у которых реальные, очень серьезные кейсы, они вынуждены доказывать эти свои кейсы, они получают отказы. Возьмите элементарно мою историю. Поэтому не думайте, что здесь можно просто приехать. Но при этом, да, вы можете контр-аргумент привести, что люди с абсолютно выдуманными историями получают убежище, и вы, наверное, тоже будете правы. Здесь, конечно, вот эта система, методика, по которой работают миграционные власти, рассматривающие прошения, она, конечно, очень серьезно устарела, ее нужно как-то проапгрейдить. Так, Николай скончался 2 марта, Сталин умер 5 марта, Черненко умер 10 марта, Александр II был убит 13 марта, Николай II отрекся 15 марта, Грозный умер 18 марта, Павел I был прибит табакеркой 24 марта, Март не подведи. Интересная, интересная статистика. Субтитры создавал DimaTorzok